Кубинка – второе поселение Одинцовского района по численности населения. Ее бюджет чуть более 200 миллионов рублей. На территории располагаются пять военных городков, на восстановление которых в случае передачи на баланс муниципалитета по приблизительным подсчетам потребуется несколько миллиардов рублей. На территории городского поселения Кубинка уже на 12 территориях предоставлены земельные участки многодетным семьям. Это значит, что Кубинка обязана в соответствии со 131 законом обустроить дороги, провести свет и газ на эти территории. Бюджета нет. Очень жалко Кубинку, очень жалко. Но понимаете, нам предлагают сейчас просто-напросто неравный брак. Мы в сельском поселении платим безумные налоги земельные. Процентная ставка 0,3. Но мы в любой момент можем обратиться к нашим депутатам, к нашей администрации и нам окажут поддержку. В случае создания городского округа бюджеты поселений будут объединены, а значит появится возможность выделять средства на решение самых острых проблем. Кроме того, власть сосредоточится в одних руках и жителям не придется бегать по администрациям, выясняя, в чьих полномочиях тот или иной вопрос. Один из участников слушаний, Леонид Ермольник, прожил в Подушкино более 30 лет. В том, насколько важно, чтобы власть слышала жителей, он убедился лично. Не важно, какая конструкция власти. Важно, чтобы власть тебя слышала. Все вопросы, с которыми я обращался к Андрею Робертовичу Иванову, вопросы решались. Сегодня решается вопрос канализации в Подушкино. Я надеюсь, что он будет решен, хотя это очень непросто. И многие другие вопросы. В малом зале волейбольного центра со здания городского округа пришли обсудить более 600 человек, как сторонники реформы, так и ее противники. В холле можно было получить консультацию по всем вопросам, связанным с возможным преобразованием. Наталья Вознина представила на слушаниях мнение жителей деревни Дубки. На собрании наши жители единогласно выступили категорически против объединения в единое муниципальное образование. После объединения все земли сельскохозяйственного назначения Денцовского района автоматически перейдут в категорию земли населенных пунктов, что повлечет за собой возможность строительства на них многоквартирных домов городского типа. В начале слушаний глава района Андрей Иванов пояснил, после преобразования муниципалитета в округ статус населенных пунктов не изменится. Значит, застройкой, сел и деревень многоэтажками по-прежнему будет невозможно. В соответствии с постановлением правительства Московской области от 17 августа 2015 года, который утверждает нормы градостроительства в Подмосковье, в регионе установлено предельно допустимое этажное жилое здание в сельских поселениях. Как уже было озвучено, это три этажа. Кроме того, сохранятся и льготы для жителей сельской местности. Менять документы в случае создания городского округа не придется. Всего за время проведения публичных слушаний свою точку зрения относительно возможного объединения выразили все заявленные спикеры, 38 участников, в их числе эксперты из президиума. Также велся сбор предложений, пожеланий от жителей района. Глава муниципалитета отметил, что готов провести личные встречи с каждым оппонентом, высказавшимся против создания городского округа. Итоги публичных слушаний будут рассмотрены на очередной сессии Муниципального совета депутатов и опубликованы в средствах массовой информации. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо.